Приветствую вас! Давайте начнем мы, наверное, с конца, то есть с того, что вы за проблемой группы перечисываете, как за свои. Когда вот слияние проблем группы и своих проблем, это чрезмерная вовлеченность в проблемы, в ошибки других людей, она, определенно, произошла не просто так. Я думаю, что для вас группа, которую вы ведете, имеет личное значение. Пока точно не скажу какое именно. Но вот ощущение гиперответственности, оно у вас безусловно есть. И мне бы хотелось, чтобы вы как следует подумали, а, собственно, откуда родом, откуда взялось чувство вины, которое вы испытываете. Не пытались ли, например, в вашей семье на вас постоянно перевешивать свои проблемы? Не было ли в семье к вам завышенных требований? Не заставляли ли вас делать в семье что-то такого, что вы, например, чувствовали, что вам не по душе, что вам не по плечу это сделать? Но делать все равно должны были. Потому что не было выбора. Вот понимаете, это идет именно тут. У вас высокие, большие требования к себе. Их много. Вы требовательны к себе и требовательны к другим. Но поскольку вы сомневаетесь в себе, а извинения, вот те извинения, которые вы принесли ребятам, тем, которые прогуливали, собственно говоря, это наглядный показатель того, что, собственно, вы в себе не очень уверены. Ну и вопрос, он как бы заключается в том, а откуда берется у вас эта неуверенность? С чем она связана лично у вас? В чем вы не уверены и не используете ли вы группу, свою группу, которая вот у вас есть, которую вы ведете, как раз таки? Не используется ли группа вами для оккупирования этой самой неуверенности в себе? Как вообще получилось, что вы, например, стали старостой? Почему вы их стали? Какой у вас был мотив? Определенно это отнимает у вас много душевных сил и энергии быть сил старостой. А значит, к вам возникает справедливый вопрос. А как же, например, личная жизнь? Как же, например, ваша личная жизнь? Как же, например, ваши какие-то цели, какие-то там, ну, свои отношения и так далее? Может быть, во всем этом вы не уверены? То есть, вы не уверены в себе как женщина, вы не уверены в себе, а может быть, даже как человек. И из-за этого вы как раз и занимаете место старосты, чтобы таким образом, таким путем реализовывались. Ведь понимаете, в чем дело? Как бы, в самом, в самой бытности старостой плохого нет ничего. Пожалуй, абсолютно ничего нет плохого в этом. Но то, что вы чрезмерно уделяете этому свои личные силы, говорит о том, что слишком много значения в это вы вкладываете для себя. И, соответственно, вопрос. Почему вы вкладываете так много значения? Что это значит лично для вас? Вот, исходя из того, что значит это лично для вас, и нужно как раз-таки делать выводы и разгружать вашу роль старост. То есть, именно разгружать в этом самом контексте. То есть, разгрузка произойдет за счет снижения уровня мотивации. Снижение уровня мотивации обязательно там со всеми договориться, обязательно перед всеми измениться и так далее. Потому что здесь бывает сейчас чрезмерная заинтересованность в этом. А ее быть, в принципе, не должно. Дальше. Отвечая на ваш вопрос. Как себя вести как лидер? Ну, во-первых, как лидер вы не должны были извиняться. Потому что перед группой вы показали свою сладость. То есть, у вас был мотив достаточно яркий, достаточно строгий, чтобы отсчитывать ребят. Тем более, если они там, как вы говорите, ведут себя совершенно ужасно. И вы сделали это совершенно справедливо. И за что извиняться? За форму можно было. Но извиниться можно было потом, отдельно, перед ними, но не перед всеми. И вы это сделали из-за неуверенности в себе. Из-за того, что вы боялись переборщить. Хорошо. Вы переборщите и что? Что будет тогда? Чего вы боитесь? Непонятно. Но если есть страх, то с ним нужно работать. Потому что он мешает вам. Он очень мешает вам действовать правильно. поступать адекватно, поступать так, ну, как вот именно нужно поступить. А не так, как вы поступаете, исходя из своих принципов, исходя из своих значений того, что вы делаете. Вообще, как лидер какую-то группу, ну, которой нет такой четкой системы подчинения, вам надо просто сказать, что вот, ребят, если вы хотите, чтобы все было хорошо, вы делаете так. Если вы не будете этого делать, то будут последствия. Все. То есть, если вы не предупредили меня, что вы не придете, я вас не прикрыл. И как бы это знаете вы, это знают они, и переживать об этом не нужно. Как и взваливать на себя те проблемы, которые вас не касаются, тоже не нужно. Потому что делая это, вы вредите себе, а нанося себе вред, вы сменяете степень уважения к себе же. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Вот, в принципе, то, что можно вам здесь порекомендовать. И, соответственно, проблема лежит в области формирования вашей личности. Проблема лежит в области неуверенности в себе. Проблема лежит, скорее всего, в области детско-родительских отношений, семьи. И я думаю, что именно так корни всего того, что с вами происходит сейчас. Ну, а по поводу всего остального я вам, в принципе, рассказал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!